Государственная Дума России в начале этого года приняла закон о льготах на капремонт для людей пожилого возраста. Теперь регионы должны прописать порядок их предоставления жителям республики. Об этом, а также о реализации программы капитального ремонта в регионе говорили на еженедельной планерке у главы Чувашии Михаила Игнатьева. Отремонтировать кровлю, фасад, заменить лифт. Эти и многие другие работы входят в перечень услуг, оказываемых за счет фонда капитального ремонта. За неполных полтора года, что работает программа, отремонтировано 294 многоквартирных дома, установлено 46 новых лифтов, заменены сотни метров труб газа и водоснабжения электрокабелей. На 2016 год планов еще больше. В рамках реализации данного краткосрочного плана запланирован капитальный ремонт 429 многоквартирных домах общей площадью более 798 тысяч квадратных метров, в котором проживает более 42 тысяч 600 человек. Общий объем финансировано будет составлять практически почти 608 миллионов рублей. И перечень квартирных домов, на ремонт которых планируется представление финансовой поддержки, сегодня сформирован на основе утвержденных муниципальных планов. Люди видят, что программа работает, а это значит, что все деньги уходят по назначению. Повысилась дисциплина платежей. Правда, при этом остаются муниципалитеты, в которых по-прежнему низкая собираемость. Это Шумерлинские, Ядринские и Вурнарские районы. Глава республики обратил внимание, что нужно не только собирать взносы. Люди должны знать, где, в какие сроки и какие дома будут отремонтированы. Муниципалитеты на сегодняшний день констатируют, приняли там краткосрочную программу, дальше не их полномочия, соответственно, региональный оператор должен отрабатывать. Средства, собранные с населения, 570 миллионов рублей. Люди говорят, о чем? Вот мы деньги собрали, вы этими финансовыми средствами пользуетесь, соответственно, где-то храните, какие-то проценты зарабатываете. Средства населения и бюджетные средства четко по целевому направлению должны направлены. В ближайшее время Государственный совет Чувашии должен рассмотреть порядок предоставления льгот жителям республики преклонного возраста. Ожидается, что инвалиды и люди старше 70 лет будут получать компенсацию в 50%. Люди старше 80 будут получать 100% компенсацию. Нужно понимать сам порядок компенсации. То есть те изменения, которые внесли в конце 2015 года депутаты Госдумы в ЖК РФ не предусматривают освобождение от оплаты взносов. То есть никто не говорит, что не нужно платить взносы. Порядок именно прописан компенсацией понесенных расходов. То есть сначала отдельные категории граждан должны оплатить взносы, потом им из бюджета республики будут выделяться компенсации за уплаченный взнос. Сейчас в судах Чувашии приостановлено рассмотрение пяти исков о взыскании долгов по капремонту с пожилых людей. Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что фонд капремонта очень поздно отозвал иски, тем самым вызвал возмущение жителей республики. Это недопустимо. Чтобы снизить напряженность в вопросах проведения капитального ремонта, члена общественной палаты Чуваши Светлана Лясина отметила, региональный оператор должен работать напрямую с муниципалитетами и управляющими компаниями в части определения домов, которые необходимо отремонтировать. Региональный оператор должен муниципалитетам отдать все эти базы, которые сегодня формируют расчетные платежи, где на местах, именно в муниципалитетах можно посмотреть состояние своего расчетного счета, узнать о состоянии счета по дому, как сегодня он накапливается и какие средства сегодня и в каком банке находятся. Необходимо к работе подключать и общественный контроль. Для этого, я думаю, что депутат единственным должен прочитать один раз жилищный кодекс и посмотреть, что такое программа капитального ремонта. Ведь мы все заинтересованы в том, чтобы у нас в округах был порядок, хорошие дома и хорошие дворы. Вот это наша задача прежде всего. Мы встречались с председателями домов. Объем работы даже на 2014 год, на 28 декабря, мы произвели встречу с 300 председателями домов. Были подготовлены программы специальные. В целом, каждый пятый россиянин в 2015 году отметил улучшение качества услуг ЖКХ. Такие результаты дал масштабный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Хорошую работу в Чувашии в сфере капремонта тоже заметили. Мы в числе лучших 10 регионов Российской Федерации находимся. В целом, если комплексно оцениваем, мы неплохо работаем. Но мы успокоились, видать, чуть-чуть. И на сегодняшний день надо работать, наверстывать все это дело. И укладываться в все те сроки, которые мы обозначили. Михаил Игнатьев поручил профильному министерству активнее освещать в средствах массовой информации ход капремонта. А также создать условия, чтобы в режиме онлайн каждый житель мог узнать, когда его дом будет отремонтирован. Глава республики Михаил Игнатьев рекомендовал членам политической партии «Единая Россия» держать эту тему под постоянным контролем. Эффективно взаимодействовать с собственниками жилья и поставщиками услуг в сфере ЖКХ для повышения качества жизни населения.